СКАЗКИ ДОБРОЛЕСЬЯ Здравствуйте, дорогие мои ребятки! Я Дед Еремей. Я много знаю, я о многом интересном вам сейчас поведаю. Богат наш народ русский, православный, пословицами мудрыми. Какую ни возьми, на все случаи жизни пригождается, да всю истину вещей показывает. И не даром поговорки и пословицы из уст в уста передаются многими поколениями. Ибо в них многовековой опыт предков наших заключен. И вот сегодня я покажу вам сказку про одну из таких пословиц. Сказку добрую и поучительную. Не все то золото, что блестит. Возвращался как-то ежик из гостей, да припозднился. Уж стемнело, дороги почти не видать. И так страшно ему стало. Тут видит, тень из-за кустов выходит. Ежик аж замер от ужаса. И слышит он из темноты голосок приятный. Ежик, ты ли это? Что же ты, бедненький, так поздно один по лесу бродишь? Хочешь, я тебя провожу? А была это лиса. Удумала она, что на безрыбье и ежом не зазорно поужинать. Тетушка лиса, вы ли это? Тихо спросил ежик. Я, милок, я. Не бойся, я тебя не трону. А ежик пятится назад. Не подходите, тетушка лиса. Меня мама учила, что доверять вам самое последнее дело. Что ты, глупенький, я тебе вреда не причиню. Наоборот, я помочь тебе хочу. Запрыгивай ко мне, я тебя до дому снесу. Что это ты, Пелагея, удумала? Уж и на ежа позарилась. Выступил из темноты волк. А ну, отойди от него. А ежик уж ни жив, ни мертв стоит. И не знает, кто из них страшнее. Да и деваться-то, собственно, некуда. Лапки больно короткие, не убежать. А лиса, будто волка не слышит. Тянется к ежику, да ласково приговаривает. Иди скорее ко мне. А то волк тебя схватит, да утащит в темный лес. Даже косточек от тебя не останется. Не слушай ее, ежик. Врет она все. Прорычал волк хриплым басом. Съесть она тебя удумала. Пойдем лучше со мной. Так уж и быть, доведу тебя до дома. Ежик только глаза с волка на лесу переводит. И как тут выбрать? Волк уж больно страшный. Точно меня съест. Вон клыки какие. Мало ли, что в лесу говорят, что волк исправился. Не верится как-то. А лиса, она вон какая добрая. Улыбается ласково. Как-то и не боязно с ней даже. А пока ежик раздумывал, надоело лисе ждать. Как прыгнет она на него, как схватит, да давай бежать со всех ног. «Эй, чертовка!» Крикнул ей вслед волк и бросился в погоню. Благо слышно, как ежик кричит. «Спасите! Помогите!» Еле нагнал волк лису. С ног сбил. Ежик выпал, да клубком покатился. Не стала лиса с волком тягаться. Сбежала, поджав хвост. А волк подошел к ежику и выговаривает. «Что ж ты, чудак, меня сразу не послушал? А если б я вас не догнал? Сейчас бы лиса тобой уже закусывала!» Ежик заплакал от страха. А волк поднял его, пожалел, да отнес в норку. «Спасибо, дядя волк!» Поблагодарил его ежик. «И не думал я, что вы добрым окажетесь. Да никто не думал, даже я сам. А вот видишь, как вышло!» Развел руками волк и побрел обратно. А ежик еще долго стоял и смотрел ему вслед. «Надо же, — подумал ежик, — не все то золото, что блестит. А я за это чуть жизнью не поплатился». А русская пословица так и гласит. «Не все то золото, что блестит. Ибо далеко не все, что ярко, привлекательно и бросается в глаза, представляет настоящую ценность. И оценивать что-то и кого-то нужно по внутреннему содержанию, а не по внешним признакам. Так бывает и с людьми. Часто бывает, что человек привлекателен и с виду кажется милым, а на самом деле оказывается злым, лживым и опасным. А бывает и совсем наоборот. Поэтому судят человека по его делам и отношению к другим. Вот такая вот история, ребятки. мир вашему дому и да хранит вас Господь.